Значит, мы продолжаем разговоры о теории познания. Я неоднократно признавался в этой аудитории к нелюбви к гуманитарной философии. То есть некоторым простым рассуждением, ну просто рассуждением, гуманитарным. Вот. И всегда являлся сторонником не гуманитарной философии, хотя это непонятно, что это такое. Но, по всей видимости, там должны быть обладать какие-то нотки, значит, естественно-научного подхода. Поэтому, когда мы говорим о теории познания, хочется сразу же заметить, о чем мы говорим. По всей видимости, познание, то есть познавание мира, состоит в приобретении новой информации об этом мире. Ну, казалось бы, это такая логичная ситуация. С чем мы боремся, когда мы получаем эту информацию? Ну, боремся, конечно, собственно, со средой. А еще мы боремся с тагновыми шумами, всевозможными помехами. И третье, с чем мы боремся, это всевозможными поразительными состояниями, о которых я скажу несколько позже. Вот такова наша ситуация. То есть, картинка... А с консерватизмом мы боремся? А с консерватизмом? То есть, кто все стремится к тому, чтобы впасть в некого рода локальный минимум? Ну, да. Уберестись, как бы, и больше не развиваться. Да, я расскажу, с чем мы боремся, с чем не боремся. С этой точки зрения у нас есть картинка, прямо противопостоящая картинке философии. Она состоит... Казалось бы, она чрезвычайно банальна. У нас есть некий предмет. От него идет какая-то информация, то есть здесь что-то происходит. Ну, это что такое? Это могут быть вспышки на солнце, это может быть данные с логического опроса, это может быть все что угодно. И здесь что-то с ним происходит. И эта информация, которая о нем идет, она очень бедная, ее очень мало, она скудная, она загрязнена шумами. Потом мы ее получаем и на основании вот этой картинки B каким-то образом восстанавливаем парадигму A. Вот так мы работаем. Хочу заметить сразу же, что эта картинка принципиально отличается от картинки любой философии. Философия занимает здесь исключительно странную позицию с точки зрения обыденного разума. Она состоит, что раз A принципиально недостижимая никогда, мы никогда не имеем с ней дела. Ну, например, кантовские вещи в себе. Поговорить о них нельзя ни в коем случае. Ну, кантовские вещи в себе в смысле в таком банальном смысле, а не в смысле канта. Это всегда вот так рассуждает философия. Если мы что-то не можем взять в опыте, то того как бы не существует. Это пустое, лишнее понятие, каким-то образом пачкающее и мешающее нам жить. Ну, вот тем не менее, вот теория информации, в первую очередь теория информации Шеннона, она предполагает, что у нас есть некоторый объект, потом по какому-то так называемому маленькому сигналу мы можем восстановить правильную картину. Как это выглядит и откуда здесь возникают всевозможные паразитарные явления? Ну, в самом деле, представьте себе, представим себе на минутку, что то, что у нас происходит, это как бы у нас вот есть сигнал в форме синусоида. Вот она через ноль уходит там, и вот таким каким-то образом идет. Мы всякий раз получаем мгновенные снимки этой синусоиды всего лишь. Например, мы получаем эти снимки здесь, 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 здесь и так далее. Но спрашивается, мы хотим заниматься измерениями. Мы вот эти, как часто мы должны проводить вот эти снимки, вот эти самые синусоиды? Мы проводить их должны достаточно часто. Ну, а сколько часто? Ну, вроде как бы непонятно. Но представьте себе, если мы будем снимать эти снимки с равных периоду вот этой самой нашей синусоиды, то есть вот здесь и все время вот здесь, да? Мы видим таким образом, что у нас оказывается картинка такова, что через эти точки можно будет провести прямую. И мы потеряем информацию полностью. Теперь представьте себе, если мы будем на полпериода делать, тогда мы будем как-то вот здесь эти снимки получать. И тоже становится совершенно непонятно, хотя уже близко к реальности, как мы можем это дело восстановить. Или возьмем какой-то другой период. Вот здесь, например, сняли, а второй здесь. Мы видим, что синусоиды мы через эти две точки можем провести двумя различными способами. В теории шумов, то есть всевозможные ряды электроники, подобного рода вот вещи, видите, да, что здесь такая вот синусоида какая-то большая, с большим периодом, это называется появлением низкочастотного шума. Ну и у нас есть замечательная теорема, это называется теорема Котельникова, где Котельников нам говорят такие вещи, чтобы для того, чтобы, ну, любой сигнал полагается, мы понимаем, что это Гильбертово пространство, да, и оно раскладывается по набору автогональных функций. Очень качественно оно может быть расположено по синусоидам. Почему я синусоид сделал? Мы его берем. Этих синусоидов может быть конечное количество. Тогда мы берем период, самый плотненький из них, и должны брать эти точки в теореме Котельникова меньше половины ее периода. Вот такие они. Вот меньше половины периода. И действительно, когда мы ее берем меньше половины периода, то есть вот этого, вот досуга-досуга, да, то мы, получается, что эту синусоиду можем восстановить однозначно. И никакого, а если у нас появляется гармоника вот с такими шумами больше половины периода, то у нас возникает погрешность. Это я просто привожу в качестве метафоры. Так называемый низкочастотный шум. И нам его каким-то образом надо отфильтровывать. Что мы видим на этом простейшем примере? Вот, казалось бы, простой естественно-научный пример, связанный со всевозможного рода знаниями. Ну, вот, ну, пример просто. Мы видим, что если даже от исходного продукта первоначального мы получаем исключительно малой информации, а согласитесь, иметь точки – это гораздо меньше информации, чем они совершены сегодня целиком, да? Если она загрязна всевозможными паразитарными шумами, то при помощи различного рода техники мы можем ее отфильтровать и потом вот из этого скудного набора спектров получить нечто достоверное. То есть получить вот наше… Это же смешно, на самом деле. Ты как бы заранее знаешь, что там синусоиды, конечно, получив какие-то точки, и зная законы расположения этих точек, ты можешь прочертить синусоиды. Да, но… А если нам дан объект А, который нам никак не извести, вот, например, я сижу, да, а Б – ты где-то там слышишь мое чихание. Ну, сколько бы ты мое чихание не слышал, ты меня как объект никогда не получишь. Так что вот это в данном случае твое чихание. Твое чихание так и остается объект. У меня-то не будет все равно. Так и не важно. Не, просто как бы… Будет теория чихания. И теория Булата, и теория чихания. Да, потому что, чтобы там иметь Булата, надо бы еще покашлять хотя бы немножко. И можно их покашлять, не важно что. Просто теория информации, и сама информация, она подожди. Ты несправедливо относишься к сам себе, потому что говорить, что ты сводишься полностью к чиханию, поверь мне, ты себя недооценил. Нет, но ты только что сказал, у нас есть объект А, нам недоступны. И очень мало информации, который объект Б. И мы можем каким-то способом… Почему здесь пример этот приводился? Потому что ты любую функцию можешь разложить, как суперпорядочный синусоль. Нет, но ты как бы сказал проявивший себе. Я к тому говорю, что эта аналогия, она просто неверна в корне. Имея, что информация, только тогда из информации может что-то восстановить, что есть информация и монета самому объекту. То есть как бы в этой информации сам объект закручен. Ну… Только тогда можно из этой информации вынуть объект. Но если информация есть какая-то… Смотри, получается, что совершенно информация, получается, она вот такая носит исключительно частичный и ничтожно малый характер. Тем не менее, ты по ней целиком можешь каким-то образом восстановить объект. Ну, не можешь. Если объекта… Объект является чиханием. В соседней комнате раздается чих. Я анализирую этот чих и строю теорию чиха. Я не знаю, что сам… Игорь, ты именно говоришь, что объект А, он какой-то там, вплоть до того, что он в вещественном какой-то? Ну, он и начинал с того. Я имею в виду, что ты всегда по информации, которая получена, можешь восстановить только то, что в информацию заложено. Ну, не больше, ничего об объекте ты не узнаешь. У тебя есть информация, ты эту информацию можешь профильтровать, сколько угодно фильтровать, но до какого объекта ты не дойдешь. Нет, подожди, но ты же, когда говоришь об этой вещи, речь идет о том, что он живет большой, сложной жизнью этот объект. Ты усваиваешь информацию тем образом, что снимаешь его в дискретный спектр. И тогда ты эту большую сложную ситуацию можешь восстановить целиком и полностью. Не можешь. Вот это и состоит, что делать. Если система достаточно сложна, то ты не можешь по каким-то частным данным восстановить полностью всю систему. Не можешь этого сделать. Но это же как бы элементарная вещь. Я понимаю, что если информация, которая полностью покрывает объекты. Вот получается, что эти данные, они являются совершенно в возрасте достаточными. Вот это и интересно. Я всегда же люблю говорить о подвиге. Подвиг в этом и состоит. Что ты имел совокупность какой-то... Ну, знаешь, что похоже? Вот, допустим, приходили бы тебе ежедневные данные, там сколько погибло и сколько ранено там на Украине. Ты не мог бы ты восстановить картину, что происходит на Украине. Вот потому что эти данные недостаточно. Эти данные недостаточно. Так вот, я и говорю, что всегда будет так, с многосложным объектом, что любые данные о нем будут недостаточны. Так устроен объект, если он сложный. Ты не можешь на самом деле... Для того, чтобы получить о нем полную информацию, надо его полностью разобрать и перевернуть в информацию. Ну, точно так же. Вот где берется... Теория информации, поэтому, она нечто глупое, на самом деле, с точки зрения исследований. Потому что информация тогда должна быть полной, чтобы покрывать весь объект. Но, значит, она... Она его не должна покрывать. Посредник, зачем нужен тогда, если есть объект? Если тогда тебе не нужно совершенно познавать полностью весь объект, ты его именно восстанавливаешь по нескольким точкам. Я тебе еще раз говорю, тебе приходят данные о убитых на Украине. Влад, Игорь, действительно, здесь триминологическая проблема. Объектом, который мы восстанавливаем, является сам сигнал. Объектом является синусоидом, или более сложным. А не то, что его продуцирует. Объект можно восстановить. В данном случае, если мы хотим получить полную теорию и модель объекта, который продуцирует, нам нужно снять множество сигналов и тут не обойтись уже без гипотез, построения моделей и все прочее. А это простой случай. Есть сигнал, мы должны как-то его вычислить. Мы можем это вычислить. Правильно. Мы же сами знаем, что как. Не знаем, не знаем. Примерно. Что сигнал примерно коньяка синусоид, или пакет синусоид. Нет, мы не знаем. То, что Игорь говорил, что анализ синусоид нам может дать любой сложный сигнал в разложении спектра. Вот смотрите, давайте, 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 приходит любой сигнал. Ни по каким точкам мы никогда не узнаем, как он. Потому что сигнал может не иметь закона какого-то. Он может быть просто любой какой-то многосложный сигнал. И как вы по каким-то отдельным точкам восстановите сигнал? По анализу спектра сигнала, если там действительно белый шум, то мы поймем, что это белый шум. Что белый шум? Может быть, у него может быть период, год допустим. У него может быть ездить период. Значит, с какой-то вероятностью мы скажем, что на промежутке меньше года это белый шум. А если больше поанализируем, мы вскроем. Ну это, я не знаю вообще, насколько это теория познания к этому относится. Все-таки теория информации. Теория передач, я бы сказал. Передачи, да. Насколько при передаче теряем модель, не теряем. Здесь нет модели. Ну почему? Мне кажется, что модель-то как раз есть. То есть если, да нет, наверное, моделью. Потому что когда мы... Нет, у нас здесь, почему здесь есть модель-то? Почему она здесь есть модель? Потому что мы видим, ну вот, например, ну чего там изобрести? Например, человеческий глаз, да? Он у вас что делает? У вас происходит миф, он делает у вас эти картинки с определенного рода периода, снимки. Нет, у нас не делает. Ну, хорошо. Он просто некий сигнал преобразует, да. Ну да, преобразует каким-то образом. У нас, значит, она в чем здесь состоит? Значит, мы эту картинку потом, вот из этих вот таких периодов, да, вот этих всплесков, да? Ну да, да. Мы эту картинку реконструируем. Реконструируем. Вот и все, чего они делают, здесь занимаются. Не знаю, правильно ли здесь говорить, но вот здесь есть аналого-цифровой преобразователь, а туда дальше идти, это будет цифрово-аналоговый преобразователь. Вот они так работают в человеческом смысле. Ну, в данном случае это не есть познание. Это как бы работа психики, сознания и нервной системы, но это не познание. То есть мы в результате не имеем продукта теоретического или модели никакой не имеем относительно человека, а не относительно мозга. Мозг, может, занимается познанием, но человек здесь не присутствует. Ну, какой вот у меня еще? Как познаватель. Я эту ситуацию не додумал, но вот у вас есть лягушка, да, чем она отличается от человека? Тем, что она воспринимает только движение. По-другому она не работает. Но там познания нет. Да. Или вот, например, у лягушки ничего опять есть, известный тоже факт, что она и температуру большой разницы не воспринимает. Если медленно положить воду в лягушку и начать ее подогревать медленно-медленно, то она сварится. А с другой стороны, если оказывается, у нас прямо противоположная ситуация в этом, если ее просто бросить в кипяток, то она оттуда выпаднет уже. То есть вот так она устроена, таким образом. Вот так устроена лягушка. Это все элементы передачи информации. Но какое это имеет отношение к познанию? К познанию здесь она имеет только тот простой смысл, что познание, по всей видимости, работает именно так. Значит, что мы здесь имеем? Мы имеем способность восстановить объект по небольшому количеству на нем данных. Притом, восстановить его адекватно. В этом есть подвиг. Это раз. Во-вторых, мы имеем простую модель, что когда у нас этот объект имеет недостатки определенного рода, это наши данные, то у нас возникают всевозможные паразитарные сущности. Вот, например, точно такой же паразитарной сущностью выглядят данные религии. Вот она не является другим способом познания мира, а она является нечто паразитарным, имеющее похожий вот этот механизм. Это уж как ее называется, оценочное суждение. Почему это так? Нет, с точки зрения научного познания так, наверное, и можно трактовать. Почему как бы? Это опять же не обязательно так. Может, сколько угодно там ученые рассуждать о том, что там есть... Но, тем не менее, иногда оказывается, что вот этот простой механизм восстановления объекта или сигнала по его спектру приводит к тому, что при недостатке определенного рода знаний... Просто понятие сигнала – это искусственная, сугубо какая-то техническая вещь, как бы, в познании мы имеем дело не с сигналами, а с чем-то другим. То есть, как бы... Ну, почему детектор, жилом-пилот, так называемый? То есть, по неким сигналам мы делаем оценку некому объекту, который эти сигналы производит. То есть, мы анализируем информацию некую... На самом деле, как бы... И делаем выводы об объекте, который гораздо сложнее... Да, заметьте, это как бы все, все это прикладные задачи некого функционала. Нам нужно, как бы, и... Угалять паразитарные сигналы, там, и при передаче информации не терять, как бы, информацию. Это чисто прикладные задачи, как бы, в отношении они имеют к вознанию. Говорят, если тут мини-табор какой-то такой поможет. Можно передавать... Да. Не весь сигнал целиком, можно передавать его значительно меньшую часть. Конечно. И обязательно получать... Адекватная картина. Да. Адекватная картина. Адекватная картина. Адекватная картина. Ну, я не уверен, что это технические проблемы. Но это говорит о том, что по набору определенного рода экспериментальных фактов, по очень незначительному, мы можем пытаться восстановить адекватную картину мира. При наличии модели. Нет, мы можем строить на этих... Нет, строить на нем мы не можем. То есть на случайный факт мы не можем строить. Мы интерпретировать... Это же факторы не случайные, факторы же не случайные. В любом случае, без модели это не познание, а просто, что вижу, то и пою, что-то получает. В принципе, даже без модели я не могу... Почему? Создается модель, потом эта модель просто... Создается модель. А вот когда создается модель, это и есть познание. То есть не получение, вот познание, это не получение этой информации, а познание это построение модели, с помощью которой мы можем распознать эту информацию. А сам процесс получения информации это тоже познание? Мы же смотрим на Солнце и не просто так смотрим, мы смотрим на Солнце с целью увидеть вспышки на Солнце. Нет, это уже модель. Уже есть модель. Когда у тебя есть модель, что есть некий... Почему? Потому что сначала мы увидели вспышки, а потом начали строить модель. Надо постараться понять, насколько этот механизм работает с необходимостью. Потому что действительно есть странный механизм, когда, ну у меня он свой, у меня легкий астигматизм, я надеваю новые очки, а у меня стены кривые. Полчаса. Потом стены прямые. Сознание подстроилось под это, и стены прямые становятся. Вот в каком-то смысле. То есть оно работает по определенным... Я на первых очках искривляющих не пытался стены ровнять, выровнял бы стены молотком и все. И тебе не надо было бы мучиться, приспосабливаться. Изменил бы реальность. Все эти эффекты подстройки сознания, все это не имеет отношения действительно к познанию, человеческому познанию как форме деятельности. Это не деятельность, это наше обыденное существование. Сознание наше подстраивается... И подстраивается очень интересно, безумно интересно. Последние эксперименты, если мы на это уже пошли, ну это уже несколько, 15 лет, 10, наверное, проводят. Сначала попытались заставить людей видеть языку. Слышали это? Нет. Есть факты, что люди видят звуки. Вот, нет. Значит, маленький приборчик, пластинка с матрицей. Разрешение все время увеличивает, но какой-то язык оказался наиболее насыщенным... ну не оказался, наиболее насыщенным рецепторами участок кожи у нас. Матрицу на язык подключают к камере и проецируют на матрицу изображения. Через некоторое время человек начинает видеть. Вплоть до того, что ловит мячик, может играть в холистике нолики... То есть видит что? Что он языком труб? Да, он видит. Нет, он видит камеру, что камерам показывают. На матрицу проецируются камеры изображения. С разрешением не очень большим, конечно, потому что там матрица не такая... И он реально видит, да? И он реально видит. Интересно, да. То есть, получив поток сенсорных каких-то данных, ВОСК интерпретирует их как зрительные. То есть ему не важно из какого органа? Не важно из какого органа. Да, да, да. А я о чем и говорил. Вот он получил некий поток дискретных данных, а потом сделал сложную работу и восстановил общую картинку. Сейчас, сейчас, новое направление, значит, стали работать с больными с виспиральным аппаратом, у которых после каких-то сложных там дебиотиков, ноги расходятся, они не могут стоять, чуть-чуть шерохнутся, падают, еле ходят, теряют полную ретацию. Шлем или там типа такой обруч, там датчики в положении, и также это проецируют на язык. И человек, буквально на следующий день, чуть адаптируясь, начинает ходить. Нормально ходит, чувствует. Там самое странное, что в этих экспериментах. Снимают, и он продолжает еще какое-то время нормально, даже без датчика. И вылечивается. То есть, если долго-долго ходить, снимать, после этого вылечивается. Но здесь, скорее всего, вступает. У меня своя гипотеза, что хоть какой-то датчик, и подключаются какие-то другие клетки, которые тоже реагируют, он синхронизирует свои, не те клетки, которые у него раньше изначально были на визофисферном аппарате, а другие, да, какую-то часть. Может быть, что-то в ухе, еще где-то, может быть, что-то с языком, еще с чем-то. И он ассоциирует изменения гравитационного воздействия на другие свои части тела, синхронизирует с тем, что у него был подключен датчик через язык. И когда датчик даже убирают, он уже переключается на то, что синхронизировалось. Нет, ну, в каком-то смысле это идет после того, что действительно, получается, что имеет какую-то ограниченную информацию, как бы можно... Можно, да, можно поставить... Но это не тем способом, как бы, что ты убираешь шумы, а просто тем способом, что приспосабливаешься... Нет, здесь я про шумы, кстати, не сказал ничего вообще. Ты говоришь, что можно взять точки неправильные и получить... Да, если взять неправильные точки, то получится... Если продолжать эту аналогию, то есть, действительно, есть связь с познанием. Здесь какая? То, что я говорю, что формула, по которой рассчитан, это и есть модель. То есть, задача какая? У нас идет зашумленный какой-то поток, по которому мы, не зная, что это, ничего не можем сказать. Мы начинаем анализировать с методом тыка, пытаемся думать... Это синусоид? Нет, не синусоид. Это прямоугольный сигнал? Не прямугольный? Такую-сякую? Вы высчитываете, делаем множество... Нет, пафосто, пафосто состоит. А потом строим модель, которая позволяет нам при любом сигнале понять, что это сигнал. Любой сигнал можешь расположить как просто... Для этого нужно сначала еще получить модель в виде этой формулы, которую можно разложить. Если не знаешь, что можно разложить... Это вот такова ситуация. А с шумами и там можно различными способами работать. Ну вот один из самых распространенных вещей, когда мы видим, что у тебя вот здесь такое все идет, вот такое бац-бац-бац-бац-бац кривое, да? Но ты видишь, что здесь у тебя есть периоды где-то. Потом... Наш сигнал вот этот, самыми данными никаким образом не вычлит. Как ты делаешь? Ты берешь на большое количество периодов, это дело суммируешь. Поскольку шумы они носят случайный характер, то они взаимоуничтожаются. Ты получаешь правильный твой сигнал. Но это не обязательно сирусоиды, да? Это может быть какая-то там другая кривая штука. И вот ты остался без шумов. То есть остался с правильным сигналом. Ты воспользовался его стахастической природой для того, чтобы от него избавиться. И периодичностью. Но это только наука. А их же, значит, и философия? Нет, это просто про то, что работает. Это же работает все эти вещи. Да, работает, конечно. Ну и вот так же и вот с этим, со зрением, с языком. Тоже ситуация. Потому что картинка наша работает таким образом, что мы получаем от органов чувства или что-либо еще очень маленькое количество информации. А потом строим полностью картинку. Только какая-то картинка имеет отношение как на самом деле, еще непонятно. А проблема состоит, что вот это есть то на самом деле. Это-то есть, но наша картинка какое имеет отношение как на самом деле. Вот просто нам выставил картинку перед глазами. Какая эта картинка имеет отношение как на самом деле. Так вот и получается, что эта картинка есть на самом деле. Вот эта самая картинка. Тем более, что нас это не интересует как на самом деле. Нас это нисколько не интересует. В смысле познания. Нет, ну как, если мы воспроизводим эту картинку и ориентируемся по этой картинке, и другой человек ориентируется по такой же картинке, нас не волнует, что ее генерит. Здесь пафос этого процесса состоит в том, что у нас есть механизм, когда мы утверждаем, что вот это наше первоначальное А, мы можем адекватным образом восстановить. Например, представьте себе, что из Петербурга и Москвы есть два пути, можно прямой путь, а другой путь через Владивосток. Ну как бы, ну и представьте, что наша картинка, которая нам генерится, да, это вот тот самый путь через Владивосток. Можно, конечно, сказать, что это тоже самое, но, как бы, есть же нормальные... Но если нормальные выезжают и все через Владивосток, этого достаточно, чтобы... Это я понимаю, так я и говорю, как на самом-то деле. А на самом деле... Нет, 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 именно когда... Можно сказать, что Солнце вращается вокруг Земли, а можно сказать, что... Да, когда у тебя более-менее достаточное количество... Ну это же всякий раз люди, ну какой-то можно, например, привести. Ну, из простых каких-то вещей... Ну вот, идем, вот мой любимый пример. То ли дом, то ли человек, то ли столб. Передом стоит. Вопрос нерешенный. Пока ты думаешь, что ты человек... То ли женщина, то ли ведение. Ну, кому как. Нет, просто из песни то ли женщина, то ли ведение. Да, то всякий раз, когда я постоянно попадался, да... То ли девочка, то ли ведение. Да. Значит, постоянно это дело попадался. Пока ты видишь, что думаешь, что это человек, ну, как авторизируется, ты будешь видеть 15 человека. А потом, в определенный момент, вот этот поток данных, он вступит в противоположность нашей картины. И ты увидишь столб. Это вот, когда я просто бегал, у меня в одном и том же месте, я всегда забывал ситуацию, и всякий раз видел в темноте, я поначалу бегал. Модель должна быть. Ну, вот это не получается, смотрите, она не моделью является. В чем интересно-то здесь? А в том, что она вот этого самого человека восстанавливает с адекватной, адекватной, адекватной. То есть, картинка, она не платоновская. Не в том смысле, что у тебя есть некий эйдес, который предшествует восприятию человека. Нет, это не эйдес, но в любом случае, скажем так, если бы человек никогда не видел, ему положили бы на язык этот датчик, он бы и не увидел. Ну, это да, это да. Поэтому, если у него есть представление о том, что такое мячик, есть такой крестик, нолик, и ему положили бы на язык этот датчик, он... Ну, так работает, то есть, в принципе, он уже глазами когда-то все это видел. Ну, конечно, да. Я думаю, что с любой человек от этих датчиков ничего не получит, что у него вообще нет представления, что это за информация струбить. А вот, если он начинает получать, в мозг приходит некая информация, ранее напоминавшая структуру, структуированная так, как была зрительная. И он ее ловит, ему прервать его от глаз, от языка он получит, он видит, скажем так, темпоральную структуру сигнала, она разная, скажем, будет обонятельная, там, зрительная, слуховая, по-разному. И он, естественно, воспринимает ее как зрительную. И потом, адаптировавшись каким-то уже образом, которые у него были, в опыте Патерлука увидел, что это подтверждается, скрепляется и переключается полностью на язык. Я хочу сказать, вот эта картинка, которая мучает большое количество исследователей, философов, когда для того, чтобы узнать, увидеть лист, надо с самого начала знать, что такое лист, да? Для того, чтобы видеть диван, надо с самого начала знать, что такое, что такое диван. Но здесь, да, но здесь картинка, она работает иначе, когда у тебя, когда перед тобой то ли стол, то ли человек, на автомате она включается. Идешь, 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 идешь. У тебя есть еда столба, а еда с человека. И вот и нету, и картинка совершенно работает без всякого любого еда са. Нету ни еда са столба, ни еда са человека. Как вот картинка, она не в сигнала, да, но что ты увидишь в этом сигнале, увидишь ли НЛО или черта, зависит не от того, что там летит, а от того, что ты хочешь увидеть. И работает это не так, в том-то и дело. Я потому что бегу, бегу, я пытаюсь увидеть все время человека. Я стараюсь, я привык к тому, что там человек, ну там человек далеко идет. Но поздно или рано, у меня вот это количество этих данных будет снято с необходимым образом, и меня принудит тому понять, что это столб. Да, понятно. Никуда я не денусь. Все ясно, а если человек не знает, что такое столб, никогда не видел, не понимает. Тогда он воспроизведет что-то там близко к полу. Вот это и есть. Значит есть какая-то модель, под которую он подводит. Но важно понимать, что эдетического разговора нету, а есть картинка. Модель это и есть единость. Да, смотрите. Но дисцермиологическая. Эдетической картинки нету, потому что у нас получается, что есть как бы определенного рода механизм НАСЦ работающий, который восстанавливает картинку из небольшого количества сигналов. И эта картинка будет адекватна. Пафоса состоит в том, что вот это самое А. Вот это самое А и есть. Сколько его можно не искать по ту сторону? Говоря на нашей стороне. Есть такие специальные автомеханики, которые по звуку двигателя могут определить, чем поломка. Да. Но это же не потому, что они как бы родились с такими знаниями. Потому что они как бы долго-долго упражнялись в ремонте двигателя. Что скажем, что в этом сигнале нет данных, которые могут услышать другие. А если у них есть образ этих данных, связанный с какими-то конкретными поломками, шатунутой или поршень, что-то где скрипит, то тогда они это услышат. Ну, это естественно, везде. Поэтому модели предшествуют. Все-таки. Чтобы восстановить полностью картинку. Если хочешь полностью картинку. Ты берешь произведение искусства, музыка или живопись? Ну, нет, речь идет о том, что с этими данными потом дальше работает полный подайтик. Ну, за сколько этих звуков мелодию угадаешь? Если ты мелодию не знаешь, ты ни за сколько не угадаешь. Правильно? Надо знать мелодию изначально, для того, чтобы потом за какое-то количество звуков ее угадать. Да, но будет достаточное количество звуков таким, что эту мелодию просто воспроизведешь, построишь ее заново. Ну, сколько? А, допустим, мелодию можно за три звука угадать, а ты... Это угадать можно за три звука. А ты за три звука никакую мелодию не угадаешь? Я не угадаю, а зато за 30 я ее воспроизведу. Ну обычно, эстрадная мелодия укладывается, она и в 20 укладывается, за 20 звуков я ее воспроизведу в полу. То есть все равно эйдость целостности предшествует как бы вот этому раскладыванию в частности. Нету там никакого, вот когда мелодию ты вот эту восстанавливаешь по 20 звукам, не по трём угадываешь, а восстанавливаешь. Потому что по трём звукам, вот именно это я, когда я смотрю там человека в темноте, человек, человек, два человека, а потом бат, стоп. Здесь вот именно картина и состоит, что дайте мне 20 звуков, а не 3. Мне не надо будет гадать, я восстанавливаю эту мелодию в необходимом образе. Дайте, тебе не нужно будет восстанавливать. Она и будет сама дана. Ну да. Потому что пример такой. Еще и знать, что это не мелодия еще. Потому что ты все время пытаешься сказать про какие-то недостаточные данные. Недостаточные данные – это другое. Ну действительно, у тебя есть синусоид, а вот ты одну точку его вершины нашел, ну и что ты о ней скажешь? Ничего не скажешь. А потом тебе скажут, а-а-а, это синусоида Гимна Советского Союза. Я, конечно, согласен с Александром, что на самом деле действительно всегда путешествует некоторое модель. Для того, чтобы и счастье восстановить целое, и счастье восстановить целое, нужно знать целое сначала. Или иметь модель ее какую-то. То есть мне кажется, что это так. В каком-то смысле получается, что не так. Получается, что здесь именно машина работает. В машине есть модель. В машине всегда заложена модель. Нет, вот машина производства вот этого самого. А ты, получается, приходит автомеханик, и когда машина не работал, ему говорят, что за звук он только угадает на шатун. То, что ты предлагаешь, ты говоришь опять, а угадайте мелодию из трех ног. Ты мне все время это предлагаешь. Нет, потому что ему все сказали звуки. Перед нами поток частиц элементарных, и чтобы вычленить из них электроны, позитроны и мёны какие-нибудь, у нас уже должны быть эти модели. Мы должны уже знать, что они, вот у нас есть, описываются такими характеристиками. Если мы впервые видим этот поток, мы там не найдем электроны и не отличим его от мёна. Да, но при достаточном количестве информации мы этого электрона создадим просто-напросто. Никогда не знав. В этом и стоит производство нового знания. Да. Мы электрон не воспроизведем. Мы создадим модель, а когда мы создадим модель, мы уже автоматом будем как машина. Мы именно получим практически электрон. Мы снимем большое количество данных, у нас будет высокая описательная способность. Никогда, зачем тогда люди нужны? Вообще, когда я загрузил машину по всякому мустору, она выходит. А машина делает, человек делает машину вот эту. Да. Человек это и есть эта машина. Нет. Ну, в некоторых случаях, да. Конечно, человек к этому делу не сводится, но тем не менее, вот работает вот так. В искусстве, да, это и есть и человек. Если говорить о науке, то дополнительные еще машины... Которые создал человек, которые они имеют. В которой воспроизведена модель, и благодаря этой модели, то есть зная, скажем, какие-то параметры, уже зная предварительно, что ты должен ловить, ты только сможешь поймать. А так, просто вот абстрактно, по сигналу, ничего не понятно. Не, я просто подумал о сути индустриального отношения к миру. Индустриального? Индустриального, да. Мне понравился твой новый вид творчества. Берешь какую-то машину, любую туда загоняешь, кучу мусора какого-то, а на выходе получаешь творческие произведения искусства, допустим. Не кучу. Ну ладно, научные, может быть, нет. Столб ты получаешь, получаешь столб. Нет. Не важно. Создадим электрон, там все создадим. Ну а как? А как? У тебя любое понятие, оно строится на большой совокупности. Слушай, вот современный искусство, что это такое, да? Допустим, как бы в одно место засунул кисть, да? Как бы помахал, помахал, разбросал краску по холсту. Как бы типа искусства. Это у тебя получается так. Не важно, что делать, ты любыми случайными движениями можешь создать искусство. Да не любыми случайными. Нет, если нет модели какой-то. А причем здесь искусство и это, Яну с кисточкой? Влад, я понимаю, что тебе этот образ... О, Анну с кисточкой для тебя, почему ты близок очень. Я вообще обычно не говорил, я не имею в виду руку. Но он информацию создал. Вот видишь, у тебя сплошной шум. Из того, что я сказал, ты не смог выйти над полезной информацией. Почему он создал информацию? Ну он создал, а того чего нет. Восстановил как бы эту картину, которую не вернули. Нет, все равно мне кажется, действительно, Александр правда сомневшит. Везде присутствует некого рода первообраз какой-то, который нужно иметь в виду, чтобы как бы создать. Ну присутствует. Но вот как этот первообраз человек? А если тебе просто какой-то хаос на входе? Да, у тебя как первообраз этого самого человека, на которого я издалека смотрю в темноте. Ну присутствует такой первообраз. Ну, машина меня потом, машина моего сознания совмещена... Она переключается с одного на другой. То есть когда сигнал... Ну необходимый вам. Прибор же тоже так работает. Коповым, допустим, ему кажется одно значение. Потом раз изменяется, что-то другое значение. Друг третье значение. Есть некий порог как участвительности прибора. Распознание текста или распознание образов любых. Естественно, что весь алфавит уже заложен в машинку. И он в каких-то случаях ошибается, а при достаточной информации легко вылавливает. Еще и голос вылавливает. Не только буквы. Ну что, все? И так как началось вот что... Это неинственная информация ответительная информация и компания